Всем привет! Меня зовут Дима и сегодня мы поговорим про распознавание изображений и про оптимизацию изображений. Почему это важно? Распознавание изображений используется повсеместно, начиная от умного поиска фотографий в галерее телефона и заканчивая тем, что можно распознавать преступников по городским камерам. Все больше и больше приложений позволяют постить фотографии пользователей и все больше и больше приложений с изображениями. Поэтому очень важно научиться правильно их хранить, правильно их передавать. Соответственно, очень важно их оптимизировать. Итак, сегодня мы поговорим про тулы, которые позволяют нам оптимизировать, распознавать изображения. Про то, какие есть лидеры в индустрии, про то, какие средства предоставляют Microsoft, Google и AWS. Мы с вами научимся распознавать недоброкачественный контент на изображениях. Мы посмотрим, какие еще есть фичи, ну и сравним стоимость разных решений. Что касается оптимизации изображений, мы попробуем, посмотрим, как реальное масштабирование изображений, выбор формата изображений, какие существуют на данный момент форматы изображений и как этим всем пользуются. У нас мы разрабатываем приложение, которое является социальной сетью для определенной группы людей. И в этом приложении у нас есть вот такой вот флоу, в котором у нас сначала мы заражаем картинку на север, потом перед нами становится задача отсеять недоброкачественный контент, то есть провалидировать изображение. Дальше, после того, как мы провалидировали изображение, оно прилетело к нам на бэкэнд, мы его масштабируем, преобразовываем в определенные форматы и ехалиемся экспериментировать с различными настройками, чтобы потом получить изображение с наименьшим размером на выходе. И вот сейчас я предлагаю через все эти этапы пройтись, рассказать вам, как это происходит. Мы вживую посмотрим пример этого. Что же такое распознавание изображений? Распознавание позволяет нам находить различные объекты и атрибуты на изображениях или видео. То есть мы можем находить машинки, людей, лица распознавать. Также распознавание изображений очень сильно применяется в различных отраслях. Применяется распознавание изображений в медицине. То есть мы можем анализировать какие-то болезни на снимках, на рентгенах. Ребята из GlobalLogic, насколько я знаю, разработали приложение, которое позволяет фотографировать бородавки и определять меланому на них. То есть вы сфотографировали свою бородавку и уже знаете, она злокачественная или нет. Распознание изображений используется для того, чтобы наши машины ездили автоматически. То есть они фотографируют знаки и смотрят, могут они проезжать или нет. Вот. То есть распознавание изображений в 2019 году очень активно используется. Давайте перейдем к нашему флоу. То есть первый этап, который нам нужно сделать, это отмоделировать отмоделировать наше изображение. То есть нам нужно понять, содержит ли изображение недоброкачественные контенты. Итак, у нас есть три основных леганта, которые от Google, Microsoft и AWS. Сервис от Google называется Google Cloud Vision. Сервис от Microsoft называется Computer Vision. И сервис от AWS называется Image Cognition. Причем Cognition у нас описано специально с ошибкой, да, через Skane и через C. И оно так хорошо откладывается в память. Так вот, какие фичи по определению недоброкачественного контента предоставляет нам Google? Так, Google позволяет нам adult-контент моделировать. Соответственно, картинки, которые 18 плюс, здесь дополнительных объяснений не надо. Помимо этого, Google позволяет нам определять различные спам, мемчики, то есть то, что называется подкатегория взбух. Также Google позволяет определять, есть ли на фотографиях какие-нибудь медицинские вещи, например, хирургия. То есть если мы видим открытые органы или операции, то Google позволяет промоделировать и найти такие изображения. Также можно профильтровать изображения с насилием. И есть такой классный термин, который называется RACY. RACY – это вульварные изображения. Вот о них сейчас мы поговорим более детально. А, соответственно, от Microsoft сервис может определять адапт и рейси изображения. То есть 18 плюс и вульварные изображения. AWS предоставляет тоже ряд интересных фич, которые тоже похожи. То есть можно определять явную нахоту, то есть когда человек без одежды. При этом AWS еще позволяет определять графическую нахоту. То есть если не просто сфотографировано, но еще и нарисованно. Да, также AWS предлагает вам определить, когда есть, скажем так, на балалину нахоту. То есть нахоту, то есть нахоту, то есть когда есть в нижней обиде одеты, или в фотографии в стиле нему, или в купательном, как это называется, купательные костюмы. Ну и так же сам AWS работает с насилием. То есть картинки, в которых изображена война, сражения, убийства. Это тоже можно отсеивать с помощью сервиса AWS. Еще интересная тема, которая называется Visual Disturbing. То есть AWS позволяет еще определять истощенные тела, трупы, повешения и всякие такие интересные штуки. Да, здесь у нас интересная тема и интересное общение. Да. Ну здесь мы проверять это не будем. Доверимся. Еще AWS говорит о том, что они не умеют распознавать детскую порнографию. То есть таких там внизу, где это примечание небольшое. И поэтому они не являются финальным средством для валидации изображений. Поэтому хорошо сверх этого добавлять валидацию в ручном режиме. Поверить. Еще в Microsoft есть тула, которая позволяет модераторам валидировать изображение в ручном режиме. Рейси здесь выделено жирненьким, потому что сейчас мы будем проводить именно этот эксперимент. То есть попробуем право ориентировать рульгарный контент. Надеюсь, 7 есть 18+. И мы можем переходить на следующий слайд. Пример рульгарного контента, очень распространенный во многих странах, это, что мне пришло в голову, это сфотографировать средний память. Итак, довольно интересно, что Google Cloud, именно Cloud Vision и Computer Vision смогли определить это как бульгарный контент, как провалидировать и отдать какие-то параметры. Причем AWS такой контент не распознает. Смотрите, когда мы закидываем фоточку в Cloud Vision, у нас есть 5 категорий, мы получаем JSON через 5 категорий, Adult, Medical, Racist, Buffy, Violent. И при этом по каждой из этой категорий есть 5 видов ответов. То есть это Very Unlikely, Unlikely, Possible, Likely или Very Likely. И в данном случае мы видим, что Cloud Vision отвечает нам, что у нас вполне себе вероятно, что это бульгарный контент. Ну и на основе этих ответов мы можем устроить бизнес-логику. То есть если у нас ответ Very Likely, то мы сразу эту картинку удаляем, делаем вот эту бизнес-логику, мы посылаем сообщение пользователю, что такое загружать не надо. Да, если это Likely, то мы можем сделать дополнительную валидацию в ручном режиме. То есть мы можем нанять команду, которая будет сутками смотреть картинки и отсеревать. В Computer Vision у нас немножко больше возможностей. Computer Vision, с одной стороны, отвечает нам либо да, либо нет, но при этом дает нам еще дополнительный параметр, который оценивает, насколько вероятно эта картинка от OutContent или RacyContent, да, и значение его от нуля до единицы. Соответственно, если мы здесь видим 0.96, то это вполне вероятно, что это RacyContent, бульгарный контент. Здесь причем очень интересно, что Microsoft средний палец оценивает как взрослый контент, контент для взрослых и как контент для взрослых. При этом Cloud Vision говорит нам, что даут – это Unlikely в нашем случае. То есть Cloud Vision не воспринимает средний палец как контент для взрослых. Но что очень интересно, что у AWS нет возможности распознавать бульгарный контент. При этом он нам просто отвечает, что у нас нет никаких moderation labels, отсылает нам пустой массив. У нас не получилось подключить Mac к проектору, такое бывает на презентациях. Да, Mac по Донетному. Mac уже поддерживает студию, поэтому можно считать, что дружеский девайс. Но я вам хотел продемонстрировать вживую, и все-таки продемонстрирую, кто есть доброволец, кто может выйти и показать средний палец. Вот у нас есть один активный доброволец. Идем, мы тебя сфотографируем и покажем. Да, иди сюда. Я думаю, средний палец лучше показывать куда-то в сторону. Давай, соберись, у тебя получится. Да, отлично. Мы его фотографируем. Взял уже, можно возвращаться назад. Да, фотографируем, пересылаем на Mac. И сейчас убедимся вживую, что это действительно так работает. Петлички тоже нет. Здесь, наверное, будет хорошо видно только первым рядам. Дальше лимитно, но... Паркам надо. Паркам свой нотки отыскать не буду. Да, смотрите, вот у нас есть... Вот у нас есть это изображение. И почти каждый сервис предоставляет в тестовом режиме вам закидывать и смотреть, как он распознает изображение. Вот у L есть страничка tried. Здесь мы нажимаем, что мы не роботы. Средний палец у нас немножко повернул. Нам еще бы страшно. Это, кстати, вопрос. Почему средний палец? Если поэтому можно... Я, например, два пальца могу показать. Просто повернуть ближе к камере. Так, чтобы была видна идея. Ну что, посчитает, это как крейси. Это интересный вопрос. Можем провести потом еще дополнительный эксперимент. Потому что здесь неполный. Да. Да, тут мы видим, что он дверь распознал, руку распознал. И в гугле есть категория Safe Search. И вот мы видим, что мой средний палец был Very Likely. А средний палец ваш был Likely. То есть, есть сомнения, что это настоящий средний палец. Да, ну то есть, как я вам сказал, вот по всем категориям. Unlikely, Adult, Spoof, Medical, Violence. Да, и немножко есть сомнения, что это Adult content. Идем в Microsoft, в сервис от Microsoft. У них здесь тоже есть вопрос нажать. Сабмитим изображение. Подружается. Да, помимо того, что распознает, так сказать, Safe and Safe content, тут есть ряд еще других параметров, о которых мы сейчас тоже будем говорить. 0,089. В общем, Microsoft не справился с задачей. Говорит, это не вульварный контент. Ну, все нормально, правда. Ну да, в общем, как мы видим, что средства, они еще развиваются. И на самом деле гарантировать и полностью положиться на такой функционал мы еще не можем. И что нам скажет AWS? AWS долго подружает картинку. Я пока вам что-то рассказываю в этот момент. Да, ну и как я уже говорил, в респонсе мы видим, что AWS ничего не показывает. Ну, по крайней мере, я не знаю. А вы не видите. Вот. То есть мы видим, что очень важно при выборе средства хорошо анализировать задачу, которую мы решаем. И именно поэтому нужно уделять внимание исследованию при выборе тузы. Идем дальше. Теперь, когда мы осознали, что AWS нам не подходит с точки зрения того, что не поддерживает фичер, который нам нужен, нам осталось выбрать по принципу, собственно, сколько же этот сервис будет стоить. Здесь я разбил на три категории. Когда у нас есть небольшое приложение, у нас порядка 10 тысяч запросов в месяц. То здесь цена в районе 15-10 долларов. То есть когда у нас десятки запросов, то здесь никаких проблем нет. А если у нас уже приложение немножечко побольше, и у нас есть 100 тысяч запросов в месяц. То есть будет стоить больше 100 долларов в месяц. Теперь очень интересно, что Microsoft, Google и AWS, они очень сильно усложняют прайсинг, добавляют различных деталей о том скидок. И очень сложно сходу в уме посчитать, сколько будет стоить 10 миллионов запросов, если у нас уже большая социальная сеть, и куча-куча пользователей начинают постить фоточки. И посчитав все скидки, которые есть на различных объемах данных, я увидел, что Microsoft и Google стоят практически одинаково, а AWS уже так существенно дороже, практически на 10%. Еще очень важно отметить, что с Google можно играться сколько угодно. Они предоставляют тысячу запросов в месяц бесплатно. Ну и мы их можем использовать без ограничений по времени. А вот у Microsoft больше запросов, это 5000 запросов в месяц, но при этом у них есть ограничения на пропускную способность. То есть мы можем делать не больше 20 транзакций в секунду. И если мы говорим про AWS, то у них тоже 5000 бесплатных запросов в месяц, но при этом только первый год. Поэтому здесь звездочки тоже очень уместно читать. Что же еще мы можем распознавать? То есть какие еще у нас есть фичи, помимо вулигарного контента из средних пайсов? Все и Google, и Microsoft, и AWS позволяют распознавать лица. То есть мы можем найти, сколько у нас людей на изображении, найти расположение, то есть квадратики, где эти лица находятся. Мы можем найти положение бровей, глаз, носа, там. Мы можем получить данные, какие эмоции для человека в данный момент, цвет глаз, цвет волос. И, возможно, на основе этих данных можно их применять и делать какую-то дополнительную бизнес-слойку. Например, в Facebook, когда мы закидываем мою фоточку, то Facebook автоматически просвечивает всех, все лица и предлагает нам написать комментарий. Также мы можем распознавать текст на фотографиях, AWS еще позволяет нам находить знаменитостей. То есть если у вас сервис, на котором вы хотите определять, есть ли на фотографии знаменитости, то это тоже возможно. Различные объекты, то есть положение объектов и название этих объектов. Например, это может быть полезно, когда мы хотим отсортировать фотографии по каким-либо категориям, либо искать, либо делать умный поиск. Очень интересная фича от Google. Это продукт search, когда у нас есть интернет-магазин какой-нибудь, мы загружаем туда фотографии. Например, в данном случае у нас интернет-магазин женской одежды. Мы загружаем фотографии, у нас есть набор из 50 продуктов, например. Мы загружаем 51 продукт и говорим ему, проанализируем нам, пожалуйста, насколько похож наш новый продукт с тем, что у нас есть уже в базе данных. И тем самым мы можем сделать фичу под продуктами, когда показывают нам похожие продукты, вот и увеличить вероятность продажи. Также сервисы по распознаванию изображений предлагают нам выделить цветовую схему изображения, то есть понять, какие цвета доминантные, ответить на вопросы, там, на хромное изображение, черно-белое и так далее. Все эти фичи поддерживаются в той или иной степени в основных провайдерах. Но стоит отметить в том, что, например, людей, здесь имеется в виду знаменитости, Google Cloud Vision не распознает. От Microsoft Computer Vision и AWS умеет распознавать. То же самое про цветовую схему, AWS не умеет это дело распознавать. Но здесь очень важно понимать, вот на примере explicit content, что ответ yes и no – это не совсем правильный. И если мы хотим распознавать изображения, то yes и no, конечно же, нам недостаточно. Вот если мы говорим, что хотим распознавать лица, нам нужно точно детализировать задачу, которую мы хотим сделать, сделать набор выходных данных. И только после тестов и исследований посмотреть, насколько нам подходит та или иная фича, тот или иной сервис. Да, мы поговорили про AWS, Image Recognition, про Cloud Vision, про Computer Vision. Но также на рынке есть и остальные, и другие тулзы, которые предоставляют функционал распознавания изображений. Например, популярная тулза BrandWatch и GamGam, которые позволяют мониторить репутацию вашего бренда. То есть у нас есть логотип какого-нибудь бренда, мы его закидываем туда, в BrandWatch, в Admin или в GamGam. После этого они анализируют присутствие этого бренда в социальных сетях, находят посты, где этот бренд присутствует, и начинают смотреть комментарии, насколько люди относятся к вашему бренду. И тем самым вы можете мониторить репутацию бренда. Еще очень интересно, что BrandWatch понимает сленг, также он пытается отсеивать и фильтровать спам ботов, то есть довольно-таки продвинутая тулза. А GamGam позволяет находить площадки, на которых лучше делать рекламу для вашего бренда. Есть еще сервисы, которые называются Clarify и Imago. Они, как и основные от AWS Microsoft и Google Cloud, позволяют находить объекты на изображениях, позволяют их валидировать. Но помимо этого в Clarify, например, вы можете обучить собственную модель и натренировать ее распознавать какие-то собственные кастомные объекты. У Imago очень интересный сервис. Они умеют убирать фон из изображения, то есть умеют вырезать фон, что тоже может быть полезно в определенных задачах. Да, мы с вами посмотрели первый плачок, первый этап Flow, который называется у нас модерация изображений. Посмотрели, как мы можем вживую модерировать, увидели, что он работает и сравнили сервис, как они есть. Теперь, как плохо, перейти к второй части. Второй части у нас оптимизация изображения. Как я уже говорил, очень много приложений становится, где у пользователей есть возможность свои фотографии заливать на сервер. Ну и мы все знаем Инстараму, в котором люди уже не читают текст, а просто собирают фоточки и делают лаги. Поэтому изображений становится все больше, и их очень важно оптимизировать. Здесь я хотел бы рассказать о том, какие этапы позволяют оптимизировать изображения, какие форматы можно выбрать, и как можно выбрать автоматически качество полученных изображений. Итак, самый главный, самый банальный, наверное, этап, который всегда есть, это масштабирование изображений. Он вроде бы всем понятный, но программисты очень часто допускают эту ошибку, когда мы загружаем на сервер большое изображение, оно занимает очень много места. Мы, когда в браузере, в нашем приложении, выкачиваем полностью большой размер изображения, это долго, перформанс нашего приложения падает, а еще и после этого браузеру нужно потратить свои ресурсы для того, чтобы отскейлить это изображение и уменьшить его до той области видимости, которую он показывает. То есть, если говорить простыми словами, то мы показываем пользователю картинку 450 на 800 пикселей, а вытягиваем картинку 1600 на 900 пикселей. Вот так делать не надо. Это тот момент, который нужно понять и запомнить на всю жизнь. Да, это, кстати, картинка взятая из National Gym Africa, она победила в соревнованиях в 2019 году. Кому интересно, здесь есть копирайт. Картинка в формате JPEG. Мы потом вернемся к игру формата дальше. И с параметром качества со значением 95. То есть, мы видим, что мы серьезно уменьшили размер плодотряда на масштабирование. Что делать очень нетрудно. Итак, сегодня мы разговаривать будем про простровое изображение. Векторное изображение мы трогать не будем. И эту картинку очень можно часто встретить в интернете, в статьях от Google. Здесь, собственно, простой алгоритм выбора типа изображения, формата изображения. Если нам нужна анимация, то мы используем IF. Если нам нужно максимальное качество, то мы идем в сторону формата данных PNG, который у нас является форматом без потерь качества. И в зависимости от того, насколько нам нужна, сколько нам цветов нужно, мы выбираем PNG-24 либо PNG-8. Если мы готовы терять качество, то мы выбираем JPEG, экспериментируем с настройками качества и идем дальше. Мне кажется, этот алгоритм немножечко устарел. И в 2019 году он должен выглядеть иначе. Давайте посмотрим, почему. У нас есть форматы, какие у нас существуют форматы изображений сейчас на рынке. Всем известный JPEG, PNG-VIF, разработанный еще в предыдущем столетии. У них у всех есть ряд своих преимуществ и ряд своих недостатков. Так вот, JPEG – это формат изображений с потерями качества. Он не поддерживает анимацию, он не поддерживает прозрачность, но его ключевая вещь является то, что 100% браузера его поддерживают. Да, и он нативно поддерживается в Android и в iOS. Когда мы говорим о формате без потерь данных, это PNG. Здесь он поддерживает прозрачность и поддерживается практически 100% браузера. То есть, если мы не берем интернет-экспорт шестой, кто еще помнит. И формат для анимации – это GIF, который тоже поддерживается 99% браузеров. У него тоже все хорошо в Android и появится. Так вот, какие новые форматы изображений выходят на рынок? Google подумали, что вот эти все три формата можно объединить в один, выпустить свой формат и назвать его WebP, который, в свою очередь, может быть как с потерями качеств, так и без потерь качеств, который поддерживает анимацию, который поддерживает прозрачность. И самое главное, он занимает намного меньше места, а дальше мы это выясним, чем в GIF, PNG и GIF. Но его проблема в том, что за 9 лет он поддерживается только 80% браузера. Он поддерживается натива нативного Android, понятного Google Android. Но при этом в iOS нужно устанавливать дополнительные библиотеки, чтобы завести этот формат изображения. Также ребята из Moving Pictures Expert Group в 2015 году сделали формат HEIF, который является конкурентом для формата WebP, потому что он также хорошо сжимает изображения, они весят намного меньше и поддерживает анимацию, прозрачность и оба типа жателя. Но его классная проблема в том, что ни один браузер его еще не поддерживает. Заявлена поддержка браузера в Safari, но пока только заявлена. И ссылочки вот этой колонки ведут на сайт GinoYuz, и там прямо так и написано, что пока ни один браузер не поддерживает этот формат изображения. Но поддержка нативная в iOS уже есть. И, кстати, когда вы делаете фото в iPhone, то можно выбирать сохранять его в чипе либо в формате HEIF. То есть iOS довольно активно занимается продвижением этого формата. Причем по умолчанию в HEIFе. Не уверен. Когда ты покупаешь телефон, то тебе? У меня уже приятно. Когда я наставлю. Мой выбор. Теперь эксперимент. Продолжаем дальше экспериментировать с настройками, с форматами и пытаться добиться изображения, которое занимает намного меньше места, чем исходно. То есть по-прежнему наша задача стоит экономить байта. Потому что при десятках миллионов изображений это очень важно и очень влияет на PreFold. Итак, дальше я решил сравнить форматы JPEG и VP при одинаковых параметрах качества. Посмотреть, какие размеры получатся. Но теперь стоит задача, как же их сравнить, кроме как визуально открыть две картинки и на глазок посмотреть, одинаковые они или нет. Но такой метод не очень подходит. И хотелось бы его получать программным путем. Для этого ребята из Техасского университета изобрели такую метрику, которая называется SSAM, Singularity Structure Index Map, которая нам позволяет дать на вход две картинки. Одну оригинальную. В данном случае оригинальная картинка в формате BNG. Потому что мы берем за оригинальную, там, в которой нет потерь качества. И вторую картинку, которая уже идет в сжатом виде. И на выходе получаем значение от нуля либо до единицы. И чем ближе к единице, тем лучше качество нашего изображения. Что здесь мы видим? Это уже отскеленная картинка, то нужного размера. Она занимает при JPEG, при значении параметра качества 95-76 килобайт, ну и у нее минимальные потери качества отклонения, то есть там порядка 3%. VP при тех же значениях параметра качества дает нам на 21 килобайт меньше. И практически такой же индекс SSAM. То есть мы видим, что VP изображение здесь выигрывает. Пробуем дальше уменьшать качество до 75. И здесь мы видим, что размер уже будет отличаться в 2 раза, 12 и 25 килобайт. При этом значение SSAM еще предельное, 0,93. VP она немножечко меньше, но тоже не критично. И если уменьшить параметры качества до 50, то в случае VP нам получилась картинка меньше до 8 килобайт. А мы понимаем, что изначально она была 296 килобайт. И вот представьте разницу, если мы передаем 296 и 8 килобайт. Но параметры качества 50 у нас не удовлетворяют, потому что если несмотря на презентацию открыть в браузере, мы увидим, что здесь вот, например, с волнами уже проблемы. Здесь, кстати, у проектора с цветами тоже какие-то проблемы, поэтому здесь не все так хорошо. То есть я думаю, что визуально они выглядят все одинаково, но это не так. А можно вопросом высказывать? Можно. Сравнивается оригинальный 292 килобайтный картинка с сжатой? Это не совсем так. Сравнивается... За скейленное? За скейленное. Да, это хороший вопрос, потому что индексы САИМ умеют сравнивать только одинаковые изображения. То есть ширина, высота у вас должна совпадать, при этом она не должна быть повернута, и они должны быть похожи. Есть еще расширенная метрика, которая называется CW-SSL, которая позволяет вам сравнивать изображения повернутые, масштабированные, зазумленные и так далее. Так вот, вот это тут качество нам уже не подходит, потому что визуально видно, что оно отличается, и поэтому есть смысл остановиться на 12 килобайтах. То есть мы видим, что мы уменьшили размер до 12 килобайт, но при этом для пользователя это никак не будет видно. Да, скажете вы, ну хорошо, протестировал вот и одну картинку, может, и максимум, и уже делаешь такие ромкие выводы. Помимо меня, понятное дело, Google решили тоже создать стадии, которые сравнили веб-пи формат изображения и JPEG на различных изображениях. То есть есть изображение Лена, которое было сделано в 1973 году и является эталоном для проведения всяких анализов с изображениями. Также они взяли отходок от 24 изображений, они взяли изображения более большие сайтотехник, ну и глухом накрулили себе еще 11 тысяч изображений разных иконок, небольших, небольших изображений. И вот видите, на вход они задали абсолютно 4 разных типа изображений, чтобы получить наиболее актуальные данные. Здесь вообще было 11 тысяч изображений. И в среднем разница между размерами веб-пи и JPEG составляла от 25 до 34 процентов при равных индексах СССР. То есть при одинаковом качестве формат веб-пи дает нам намного лучшие результаты. Ссылочка есть, вдруг вам будет интересно почитать. Можно будет почитать. Исходя из этой информации, я предлагаю немножечко усложнить предыдущий алгоритм, чтобы жизнь не казалась очень простой. Давайте разберем, у нас есть три ветки. Ветка, которая идет с анимацией. Мы сразу должны себя спросить, хватает ли нам 80 процентов поддержки браузера или нет. Если не хватает, все просто идем в GIF. Дальше мы должны спросить вопрос, а нужно ли нам одновременно показывать 3 и более анимаций пользователю. Здесь очень такой 3D equation, потому что Chromium пишет, что они выделяют очень много ресурсов для того, чтобы отображать видео, видеофайлы в максимальном качестве. И поэтому, если будет 3 и больше одновременных видео, то веб-страница автоматически будет очень непроизводительной, очень медленной. Поэтому в этом случае предлагается использовать формат изображения анимированный веб-пинг. Ну, а если нам нужно показывать одно изображение, то лучше, чем видеоформат веб-пинг для анимаций. Трудно понять. Причем дальше можно экспериментировать с настройками, то, что мы делали на предыдущем слайде. И если 80% вам все-таки не хватает, но размер мы хотим оптимальный, то можно сделать фуллбэк-стратегию, когда мы говорим, что если устройство не поддерживает формат веб-пинг или веб-пинг, то мы кидаем, загружаем на гифку. Но сайд-эффект такого решения есть в том, что нам нужно хранить намного больше на сервере изображений в разных форматах. То есть нам нужно принять и в fp, и в if формат. Если нам нужно максимальное качество, то дальше мы идем по такому же развитию, по такой же ветке развития. Мы выбираем пинг. В зависимости от цветовой поликры это 8 или 24. И дальше еще можно компрессить пинг с помощью логарифмов различных квантинизаций. Да, есть различные сервисы, которые позволяют это сделать и уменьшить размер пинг-файла таким образом. Такой же вопрос мы задаем. Насколько нам нужна поддержка? Причем не просто поддержка браузера, но еще и поддержка приложения. Если вы попробуете создать пост в Фейсбуке и закинуть веб-пи-изображение в этот пост, то Фейсбук не поймет это изображение. Или скинуть родственникам в Телеграме фоточку в формате веб-пи, тоже Телеграм его не поймет. Поэтому поддержка апов и браузеров это важный вопрос, на который нужно ответить. Если она нам очень важна, то мы идем по ветке использования JPEG, экспериментируем с настройками. Иначе выбираем веб-пи, потому что мы увидели, что он дает реально классные результаты. Экспериментируем с настройками и акционально делаем фулбэк стратегию на JPEG, чтобы достичь максимальных результатов. Вот такой вот алгоритм. Теперь, это хорошо, что мы уменьшили картинку. Теперь давайте посмотрим, как действительно она влияет на результаты. Я попробовал взять картинку оригинальную, отскеленную, то есть все, которые проходили в ходе эксперимента, и закинул их в блок-сторидж, который находился в USA. Вот. И зашел в Google Chrome, открыл DevTools, нажал D12, выставил ограничения по интернету на Fast 3G, чтобы у нас картинка не сильно быстро соображалась. И вот в первом эксперименте, когда у нас была оригинальная картинка с качеством 95, с таким внушителем размером 1600 на 900 пикселей и размером 294 килобайта. Причем SSM-индекс у нее уже был с потерями, потому что JPEG – это формат данных с потерями. И мы увидели, что… А тут какие-то есть параметры? Request. Request отправляется очень быстро, 0,11 миллисекунд. У нас параметры будут меньше всего волновать. Задержка ответа от сервера практически полсекунды. Это из-за того, что сервер у нас находился где-то далеко в USA. И время скачивания было 1,59 секунды. То есть время скачивания занимало самый большой кусочек. И в результате у нас картинка на мобильном интернете скачивалась 2 секунды. И теперь вот дальше я вам хочу показать наши шаги, которые мы предприняли, и как они влияли на уменьшение времени загрузки. После того, как мы отскейлили, мы сразу скинули больше 1 секунды при том же значении SSM. То есть скейл никак не повлиял на качество изображения. И время скачивания было 400 миллисекунд, что практически в 4 раза меньше, чем изначально. Вот именно поэтому этап выбора правильного размера изображения очень сильно влияет и помогает, и очень важно его делать. Дальше мы конвертнули в WP-формат. Это позволило нам скинуть еще 100 миллисекунд с времени загрузки страницы, и общее время было 860 миллисекунд. После того, как мы поиграли с настройками качества в WP и уменьшили параметр до 75, 50 мы откинули, потому что нам уже качество не подходит, мы уменьшили время загрузки до 57 миллисекунд. И в результате самой большой части теперь стало у нас ожидание от сервера. Скачивание происходит много быстрее. И с 2 секунд, с 2 спосиком в секунду мы пришли в 600 миллисекунд. Что на самом деле очень классный результат. Теперь вопрос, что делать с этим? Это же еще тоже дело можно уменьшить. Поэтому я предлагаю на этом и заканчивать, и еще сделать дополнительные ошибки по оптимизации. Для того, чтобы уменьшить время ожидания от серверов, нам нужно использовать CDN, Content Delivery Network, который позволяет нам раскидать наше изображение на сервера, расположенные на различных континентах. И когда пользователь будет запрашивать изображение, ему отдастся изображение с ближайшего сервера. Тем самым, время вейтинга будет уменьшаться. Дальше. Lazy Loaded. Ну, здесь, я думаю, все слышали это такое, но не всегда помнят. Очень важно. У нас есть на страничке 100 изображений, и если мы сразу будем пытаться 100 загрузить, а пользователя отображает только 10, то вся эта страничка будет очень долго загружаться, пользователь скажет, зачем мне это надо, и нажмет на крестик. Это плохо. Поэтому предлагается загружать картинки по мере того, как они нужны. Зачем постоянно скачивать картинку с сервера, если мы ее можем закешировать на клиенте, используя директивы кэш-контрол и тег, мы можем настроить кеширование на клиенте таким образом, что картинка остается у нас в браузере. Браузер говорит, что 120 миллисекунд он не отправляет запрос на сервер. Как только это время истекло, он отправляется запрос на сервер с и-тегом. Сервер проявляет этот и-тег, и если он не изменился, то отвечает сервер с статусом щит и статусом 304, мол, картинка не изменилась, продолжая использовать ту же. Если изменилась, то выкачается новая картинка. Тем самым мы уменьшаем количество обращений к серверу. Мы пишем какой-нибудь онлайн-редактор, где пользователи постоянно изменяют изображение, где может несколько пользователей работать над одним изображением. То есть смысл в том, что картинка рендерится на сервере и потом она дается клиенту. Здесь тоже очень важно применить киширование на сервере. Еще несколько байт можно сэкономить, если удалить метаданные. Картинки еще задерживают метаданные о том, кто фотографировал это изображение, на какое устройство и так далее. Еще в интернете можно встретить такой совет, как включайте джизи вжатие для того, чтобы уменьшить трафик. Да, это действительно работает для текстовых данных, работает, если мы написали опишку, которая возвращает джейсон, и его мы можем уменьшить благодаря джизи вжатию. Но если мы говорим о двоичных файлах, о изображениях, в PDF-файлах, видеофайлах, то здесь все может оказаться очень плохо. Изображения, они уже компресснуты в каком-то формате. Если мы положим на них сверху еще один, еще одну компрессию, например, GZip, то это может дать сайд-эффекты не только помочь, а еще и увеличить размер изображения. Так как Mac не подключился, здесь должен быть еще полный эксперимент, который мы закончили довольно быстренько. Но надеюсь, что теперь вы поняли, что изображения это не просто HTML-T, Image и SRC, это немножечко больше, и требует больше времени для реализации. Спасибо. Спасибо, Дмитрий. Я считаю, что это был прекрасный доклад с интересной практикой. сейчас у нас предусмотрен блок вопрос-ответ. Если есть вопросы, задавайте. Дима, скажи, пожалуйста, знаешь ли ты способ, при котором я могу одну систему, которая отслеживает контент на изображении, то есть, например, визуальное изображение остается таким же, либо с каким-то извержениями, но понятными человеку, но при этом все онлайн-системы, такие как Google или Microsoft, не смогут распознать в нем тоже недоброжелательные контенты. Нет, таких инструментов я не знаю, сразу отвечу, но в целом, мне кажется, это какой-то странный подход. А что вы разрабатываете? Нет, например, я хочу сделать так, чтобы картинка смогла пройти валидацию, но при этом эти сервисы не смогли ее распознать. Я думаю, это будет очень сложно сделать. Особенно учитывая, если на портале есть еще ручная модерация, то потом она нравится. Кстати, почему нужна ручная модерация вот от таких вот людей? Окей, спасибо. За что? Владимир, все большие за доклады. У меня два вопроса. Первый вопрос в поводу Clarify. То есть, я, если честно, не до конца понял, чем это отличается от стандартных возможностей того же сервиса Azure, например, который также можно тренировать. Как бы, не до конца мне понятно. Ну, с помощью, например, Донет, ML. А, ценой отличается. Все, хорошо. И второе, по поводу распознания текста. То есть, какие языки может распознавать данный сервис и, ну, насколько вообще адекватно распознаются украинский, русский язык. Потому что, например, на моем проекте люди имеют возможность рисовать на сенсорных столах. И, как бы, человек может что-то нарисовать, уйти, а мы можем время от времени проверять, что там нарисовано, если что, удалять. Например. То есть, вот такая идея. Насколько оно адекватно будет работать с нашим языком. Ну, насколько я знаю, поводу кириллический текст распознают очень неплохо. То есть, у него здесь все хорошо. По остальным я сказать не могу. Ну, нужно провести дополнительные исследования. Но поводу и что интереснее от ложных срабатываний, например, с пальцем. Какой вероятности, допустим, угол, базовый или АОС решат, что это все правильно? Не знаю, статистика. Да, я, кстати, смотрел и искал такую статистику. Это хороший вопрос, но не нашел ни одного авторитетного источника, который бы сделал эту статистику. То есть... А по вашим экспериментам? По моим экспериментам, угол лучше всего. Я просто еще любил угол, поэтому... нехорошо спрашивали. Такие вопросы у меня. Так, еще руки поделим. Спасибо за доклад. Очень интересно было. У меня вопрос по поводу скейла картинок. Я видел такое мнение в интернете, что для того, чтобы картинка хорошо отображалась на retinodisplay, например, 5K Mac, если у тебя вдруг... То если ты заскейлишь картинку, то она будет выглядеть хуже, чем картинка без скейла, но в сжатии, например, 75%. То есть ты увеличиваешь максимальное сжатие, чтобы размер был такой же, как у заскейленной, но при этом выглядеть она будет лучше. Сталкился. убрал слайд. Максим убрал слайд, опять его вернуть. Ладно, мы уже без него справимся. Ну, у retina очень высокое разрешение. Понятно, что при выборе параметров для скейла нам нужно учитывать. Если у нас есть пользователи retina, то да, мы должны минимально скейлить это изображение. То есть основная идея это выбрать правильную, максимальную ширину и высоту. То есть в целом ты соблазнен с идеей, что для отображения на высоком разрешении мы все равно скейлс оставляем максимально родной, который был. Да, конечно. В идеале, конечно, сделать стратегию, когда мы видим, что у нас клиент идет с телевизора, с retina, дисплеев, да, и у нас есть несколько разных картинок. Ему мы отдаем в лучшем качестве, если у нас идет с какого-нибудь браузера, хрома, с ноутбука, то мы ему отдаем в другом масштабе. То есть в идеале охранить как можно больше изображений для разных клиентов. Спасибо. Спасибо за этот вклад. У меня вопрос по поводу скейла по дружески кэшн. Как это реализуется на сервере? Нужен ли какие-то отдельные плоды для проверки по идее? Нет, это уже реализовано, это уже реализовано, то есть ими можешь пользоваться. Если мы это можно настроить для масштабирования изображений для скейлинга можно использовать различные библиотеки, если это мы хотим сделать на собственном сервере, то есть такие библиотеки, как имиджрисайз.нет и альтернативные. Также есть сторонние ресурсы, которые позволяют скейлить изображение. Если мы не хотим нагружать наш собственный сервер, то мы можем взять фоновый джоб, который будет отсылать картинки на сторонний сервис и получать их от скейлингами, оптимизированными. Спасибо. Еще один вопрос по поводу хранения картинок на многих серверах. Есть какие-то исследования, сколько это затратно хранение картинок на одном сервере? Ну, это же зависит от того, можем взять ажурплоксторич, взять миллион картинок, взять их в оригинальном качестве, посмотреть, сколько они будут занимать, взять их от скейлинга и в оптимизированном виде и посмотреть, сколько они будут занимать и сравнить цену блоксторича. То есть увидеть, сколько терабайт они будут занимать местно, посмотреть, сколько стоит блоксторич в этом случае или если про AWS ходим, то сервисы и AWS. Спасибо. Спасибо. За доклад у меня такой вопрос по поводу скейла. Вот такой простой пример. Например, открываем Photoshop, берем картинку, делаем скейл и потом рисуем точно такую же картинку в параллельном окне. Так вот, нарисованная картинка будет качественным просто уже, чем та, которая скейлинга. То есть есть разный алгоритм скейлинга, получается, и вот когда в презентации было показано, что скейлили картинку, можно какие-то параметры, ну, какие-то, есть данные о том, какой алгоритм лучше, какой хуже работает, вот это первый вопрос, а второй по-у-от-о. Давай попробуем нагревать, извините, что перебивай. А что значит нарисованная картинка? Ну вот, это значит, открываем новое окно, там, допустим, вставляем текст и сохраняем его и первоначальная картинка была там тысячу на тысячу, к примеру, нам нужно сделать 50 на 50, да? Тысячу на тысячу мы делаем Google Control Tab и скейл, делаем ее там 50 на 50, она расплывается, вся мутная такая становится, если мы в параллельном окне сделаем там, темплей 50 на 50, и вставим... То есть, ресайдными средствами браузера или ресайдными средствами фотошопа, например? Ну, имеется в виду алгоритм скейла, вот, например, вот, в самом фотошопе, допустим, если скейлить картинку, она, если сделать сильный скейл, она, качество сразу ухудшается. У меня один раз такое было, что приходится просто уменьшать картинки и проще нарисовать лучше, ну, свою картинку, чем скейлить уже существующую. Потому что просто алгоритм скейла этого, он очень сильно ухудшает качество изображения. Нет, может быть, мне не совсем понятно. Понятно дело, он ухудшает. Тебе нужно вместить больше информации на меньшую площадь. То есть, ну, и дальше ты играешься с этим и смотришь, какой вариант тебе лучше. Да, но на выходе получается, что если мы нарисуем ту же самую картинку 50 на 50, она будет лучше выглядеть, чем скейлить. Ну, из-за несовершенства алгоритмовый. Алгоритмовый. Вот. Поэтому есть еще... Но это надо брать случай и смотреть. То есть, тут нельзя сказать про конкретного случая. То есть, надо найти изображение, найти инструменты, сравнить и тогда дать ответ. Вот. То есть, какой-то параметр алгоритма, который показывает, насколько этот алгоритм хорошо работает. Хорошо работает, это значит, хорошо ресайзит? Ресайзит плюс сохраняет качество оптимально. Ну, качество в смысле, потому что можно видеть картинку адекватно. Вот смотри, вот эта модификация метода SSAM, которая называется CW и SSAM, она позволяет сравнивать ресайзит этой картинки. То есть, можно использовать этот алгоритм и сравнивать. Да, и второй вопрос по поводу того индекса, который использует институт, ты говорил... Сначала с Техаса, потом ребята с Нью-Йорка. Вот. Что он на себя представляет? Потому что от глаза мы, допустим, увеличиваем картинку, видим, там пиксели как-то вот так расплываются и еще и мутно снимаются. А что подразумевается под этим индексом? Как они определяют? Я ждал такого вопроса, поэтому заходил на Википедию и читал про это. В общем, есть три параметра яркость, контрастность и третье, которая называется структура. Его упустим, на что я не понял. И этот алгоритм работает благодаря мультипликации этих трех параметров. Более подробно на Википедию. Добрый день, спасибо за заклад. У меня вопрос по поводу безопасности. Спасибо. Вот, например, есть у меня система, в которой пользователи какие-то конфиденциальные данные загружают, допустим, фотографии документов и всего такого. Как я могу быть уверен, что одна из трех вот этих, в первую очередь, показанных толов не будет никуда использовать мои данные, загруженные на сервер, чтобы, допустим, продавать нам рекламу. Как вот, допустим, ну, не знаю, сервис от Google от Тайкау, который, собственно, показывает все данные, которые Google собрал за все пользование их системой про тебя. И в том числе использует это для продажи тебе чего-либо. И как я могу быть уверен, что ни одна из вот этих приложений, которые мы используем, не будет сливать туда мои данные и использовать Excel. Мне кажется, честный ответ, никак. Потому что все, что залито в интернет, все, что куда-то залито, оно является публичным на самом деле. Ну, вам могут сказать, что никуда не заливают и никак не используют в своих маркетинговых целях, но правда это или нет, надо ехать в область. написать какие-то свои способ для распознания или не использовать, в общем поставить каких-то людей, которые будут анвалить. В зависимости от того, насколько ты боишься. Вот если ты боишься немножко, то переступить через себя и использовать эти сервисы. Если ты боишься много, то написать свои решения. Вопрос еще по формату WebP. То есть он не работает только в iOS-приложениях или как же? Я могу в браузере запустить Safari с iOS? Да, там надо смотреть в зависимости от версии, но Safari поддерживает WebP-формат и нативно поддерживает. Просто нужно для этого сделать дополнительные решения, нужно установить библиотеку от Google, которая называется WebP, добавить ее, вызвать ее реализацию для того, чтобы заинкоженную картинку зашифрованную назад докодить в этот формат с помощью этой библиотеки. То есть ответ да, но когда это не поддерживается нативно в операционной системе, то я считаю, что это нет. Ну то есть если на сайте используете, это не будет? И в приложении в нативном тоже можно использовать, то есть нам нужно постараться. Спасибо за доклад. Есть ли какая-то статистика, как влияет в жатии масштабирования на распознавание этих трех системах? О, вот этот момент я не смотрел. Это интересно, кстати. к сожалению, не могу ответить. Единственное, что я забыл упомянуть, что YouTube, когда перешел на VP-формат, производительность страниц YouTube увеличилась на 10%. А еще на правах рекламы забыл сказать, что у себя в отделе мы разрабатываем предложение, которое называется Adinifier. Мы получили даже аварт от умрака CMS, кто знает, в этом 2019 году. Ну и дальше планируем развивать этот изобрет, этот пэкэдж, этот плагин в полноценную систему. последний вопрос можно еще задать? Есть у кого? Один. Вы говорите, что вы создали плагин под умрака CMS. Я так понимаю, что вы рекомендуете клиентам ваш плагин. насколько клиенты сейчас готовы к этому формату, поскольку, судя по статистике, не все браузеры поддерживают этот формат. Насколько успешно он? Нет, плагин пока не конвертирует изображение, он только занимается компрессором на основе существующего сервиса, который называется Tiny Pritching. Друг, что слышал. Но готовы. Когда приложение выходит продальше и попадает под нагрузку, то очень часто возникают вопросы, как же все-таки оптимизировать веб-страницу или мобильное приложение. И если мы пойдем на Google Page Speed Insights, то первым советом это уменьшить размер изображения. А рекомендуют они уменьшение размера через конвертацию в другой формат или просто уменьшение размера? Все же упирается клиента. Клиент, если захочет, чтобы у него было 95% покрытия браузера, то, скорее всего, он новый формат выберет. Вот. Поэтому я же говорю, можно решать, отвечать на эти вопросы в каждом конкретном случае. Но нельзя рекомендовать везде использовать WP-формат или везде не использовать WP-формат. То есть это все-таки все еще остается вопросом выбора клиента? Да. Вопросом выбора, насколько программист донесет идею клиенту. Я думаю, лучше так сказать. Но в будущем я думаю, что JPEG, PMG и GIF отойдут и будут конкуряться между WP и Хейфом. И как только их поддержка в браузерах вырастет, у Хейфа больше нуля, то будет интересно. Все-таки, да, в этом и будет основной прирост, потому что сейчас больше интернет уходит в мобильные сети, а мобильные сети все-таки дают. Да, об этом вообще не за что.